Да, мы приехали и обманули второй раз Рыбницу. Исчерпывающий ответ. Спасибо большое. Мы приехали и обманули всю Рыбницу. Вы обмануты, очередной обманутый город. Этими словами закончилось интервью с коллективом, который называет себя «Леся песня». А очередь благодарных доверчивых зрителей ждала артистов в коридоре, чтобы получить автограф от знаменитостей. Мы, наверное, не приедем. Да почему? Обидитесь. Видите, телевидение ваш сказал, что мы левые. Они перекрыли интернет и говорят, что мы там никогда не были. Плохой концерт. Неправда, замечательный концерт. Что мы левые, да. Левые «Леся песня». Нет. Так как вас зовут? Справа. В Рыбнице прошел очередной концерт вокально-инструментального ансамбля «Леся песня». Пик популярности ансамбля с таким названием – 80-е годы. Но большинство песен из репертуара коллектива «Леся песня» любят и сейчас. Наверное, именно поэтому зал Рыбницкого дворца культуры во второй раз собрал зрителей. Первые гастроли этого ансамбля состоялись в Приднестровье недавно – в октябре 2013 года. И вот спустя четыре месяца в Рыбнице со сцены городского дворца культуры снова звучат известные песни. Песня «Леся песня». Бурные аплодисменты, хорошее настроение зрителей и артистов. В общем, праздничная атмосфера. Единственный нюанс – московский ансамбль, выступающий на Рыбницкой сцене, совсем не похож на участников российского вокально-инструментального ансамбля «Леся песня», которых обычно показывают по телевизионным каналам России. Песня «Леся песня» Это равносильно игре «Найдите отличия». Команда «Лег-ТВ» их искала, задавая вопросы представителям двух ансамблей «Леся песня». Вы к нам приехали во второй раз в Приднестровье, в Рыбницу. Скажите, почему? Почему? Потому что позвали. Зачем артисты приезжают? Потому что, значит, зовут артистов. Значит, кому-то мы нужны. То есть вас позвали? Ну, позвали, конечно, да. Ну, почему-то, к сожалению, правда, неполный зал. В тот раз был полный зал. Ну, я зато надеюсь, что на этот концерт пришли настоящие любители нашего коллектива. Вам понравилось, как вас приняли? Нам везде нравится, как нас принимают. Нас нигде плохо не принимают. Где нас покормить не могут даже? А скажите, вот вы были четыре месяца назад. Четыре было все-таки месяца, да? Да, в каком это было? Четыре месяца назад. В каких городах вы побывали, где вы гастранировали? О-о-о, ну, это невозможность вспомнить. Сложно сказать. Тут уж... Нет, быстрее все, наверное, страны проще назвать. В Белоруссии, как бы я сегодня говорил, Узбекистан, Туркменистан. Мы попробовали съездить. Украину вдоль и поперек, Закарпатья. В Израиле были. Мы были, ну, пожалуй, все, как бы, по городам сложно перечислить. У нас получается, где-то мы 120 концертов в год работаем, понимаете? То есть в месяц выходит, ну, посчитайте, сколько там, 12-13 концертов. По-разному, бывает 5 концертов, бывает 3 концерта, бывает вот большие маршруты. Да, у нас сейчас большой маршрут, там, 20 с лишним концертов. Так, у вас вот здесь сейчас будем, в Приднестровье, да? Здесь мы будем где-то концертов 10 получше. Потом едем опять на Украину. Мы приехали же с Украины к вам. Сейчас опять к вам. И потом назад в Украину, потом поем в Закарпатье, потом на Западную Украину, потом на Восточную Украину. Так что, еще 3 недели. Извините, я не услышала, вы в России не гастролируете? Почему гастролируете? А что тут как-то складывается? Так вот. Ага, больше в Крыму. Ну, ну, как тут получается так, да. Тоже в России гастролируем. В России просто уже объездили все вдоль и поперек уже. А к тому же все нас наизусть знают. С прошлого раза многие ровничане, в частности, моего поколения, хотели бы из уст легендарной группы узнать немного об ее истории. Не могу ли вы рассказать? Я говорил, что в 1974 году родился коллектив. Мы пришли чуть-чуть там позже. В коллективе многие работали. Михаил Шафотинский тоже, Добрынин работал. Валерий Кипелов работал. Ну, кто работал там? Владислав Андреянов, Игорь Иванов. Просто эти имена вам ни о чем не скажут. Вы понимаете? Даже вам. Ну, только Кипелов вам скажет, да. Хотя уже Кипелов далеко уже за 50-х. И Расторгуев. Да, Расторгуев тоже работал. Понимаете? То есть, они работали в 81-м году. Мы чуть-чуть раньше работали, вместе с ними работали. Скажите, а часто приходится вам сталкиваться с двойниками? Часто. Они сейчас есть. А что вы делаете? Да ничего не делаем, ничего. Судимся и все. Скажите, а Александр... Я даже не произносил это имя. Филаткин, да? Да, ну вот это как раз тактикурия. Они считают, что мы там не работали, а мы считаем, что они там не работали. И вот мы занимаемся уже 10 лет этой войной. Понимаете? И все-таки на ретро-концертах, которые мы видим, мы больше видим все-таки группу «Леся песня» под руководством Филаткина. Почему так? Это ему вопрос задать. Я все, ребята, я даже не хочу. Почему вы не хотите? Вы ответьте, пожалуйста. Я не хочу на тему разговаривать. Вы почитайте там все. Но вы понимаете, что получается, что существует множество двойников, и получается, что наши люди обмануты, потребители обмануты. Невозможно понять, кто все-таки двойник, а кто... Никто не поймете. Вы понимаете, они купили бренд. Есть понятие торговый знак. Да, торговый знак у них зарегистрирован с 1999 года. Он у них... На самом деле... Ну вот вы опять невнимательно почитали. С 1999 года у них был зарегистрирован другого человека. Потом они его взяли и перекупили. Было зарегистрировано на Касаткина. Они выкупили этот торговый знак в 2002 году. Понимаете? А ваш торговый знак где зарегистрировано? У нас в России нет. Зачем мы будем регистрировать, когда мы там работали? А они там не работали. Мне сказали, зарегистрировай, Игорь. Я говорю, как я могу зарегистрировать, когда есть Коля Расторгуев, когда есть Валера Кипелов, когда есть Шафутинский, когда Добрыня, которые люди круче меня. Понимаете? Как я буду регистрировать? Зачем? Какое я имею право? А как вы тогда выступаете под названием? Ну как будто... Вот в России мы практически не выступаем. Тоже в России гастролируем. В России просто уже объездили всю долю поперек уже. Так, там уже все нас наизусть знают. Где-то кто-то нас зовет, вы понимаете, тогда мы выступаем. А так мы не имеем права выступать. А у них вот это вот, благодаря вот этой бумаге, вы посмотрите, весь интернет кишит, что Филаткин аферист 30, и он про меня, и весь интернет кишит, они пишут, ее там жена, которая Вика, там Светлана, Таня, всякое обзорит. То, что я аферист, вы понимаете? Вот происходит такая война. Есть понятие торгового знака, вот из-за этого все происходит. Скажите, пожалуйста, это правда, что российским судом было принято решение, что вы не должны, не имеете права использовать торговый знак или эти песни? Вот вы не до конца дочитали. Где я не имею права использовать? В России. В России, да. Тоже в России гастролируем. В России просто уже объездили все вдоль и поперек уже. К тому же все нас наизусть знают. И такое же есть, если вы залезете на наш сайт, там висит профилаткин, что он не имеет права использовать в Украине. Как вы видите разрешение этой ситуации? Я никак ее не вижу. Надо работать просто для людей и все. Народ сам разберется. Я не хочу даже на эту тему, как вы разговариваете, что разбираться в чем. Вот мы судимся, судимся, понимаете? Они хотят... Мне нечего в своей жизни доказывать, вы понимаете? Я выхожу, вот вы видели концерт. Мало народа, их ездит там 6-7 человек. Им нужны люксы 30, им нужны условия. Они бы не приехали на 100 человек работать, понимаете? Они бы не приехали, у них накладные расходы. А мы ездим троем. Сегодня директор Елена подошла, говорит, ребят, мало народа, аренда 30, у вас ничего не получится. Я говорю, ну как, я буду людей обманывать? Я не буду людей обманывать. Да, мы приехали, обманули второй раз рыбницу. Я работаю ради этого, выступаю. Это даже не работа. Я не буду людей обманывать. Они бы просто из Москвы сказали, 100 человек продано билет. Мы не приедем, все. И зачеркнули бы, площадку зачеркнули бы. И больше бы сюда никто не приехал. У нас сейчас в руках есть документ, который говорит о том, в Кемеровской филармонии, о том, что вы никогда не были в составе группы «Леся Песня» на постсоветском пространстве. Они хотят себя разделать. Кто? Кто? А когда была «Леся Песня» в каком году в Кемерово? С 1974 по 1986 год. Не был по 1986. А у меня есть другая бумажка, что не было в 1986 уже «Леся Песня». А Филаткин был когда-то? Филаткина там не было, я знаю. А что же вы-то так говорите про Филаткина? Мы зашли на ваш сайт, на ваш официальный сайт «Леся Песня». Мы увидели, что там совсем другие лица, там совсем другие люди. Вот поэтому мы задаем такой вопрос. Наших людей интересует, что это такое. Там покойный наш гитарист, потому что мы не убираем его оттуда. На первый сайт вы за «Леся Песня» что? Точка что вы зашли? Точка Ру. Точка. Это не мы, потому что это Филаткин. У нас ком. У нас международный. У нас международный. Вот там берите Ру, это... Они вот Россию зарегистрировали, пусть они там и возят. Я сейчас сделала акцент не на этом. Я сделала акцент на том, что вы не были в составе группы «Леся Песня». Никогда. Никогда не было. Никогда не было. А почему вы со сцены говорите, что вы были? А мало ли что я говорю. А я там никогда не был. Вас это устраивает? Нас это не устраивает, потому что вы обманываете наш город, наших потребителей. Обманываем ваш город, да. Ваших потребителей. Это вас устраивает? Нет. Это нас не устраивает. А что вас устраивает? Да, мы приехали и обманули второй раз Рыбницу. Исчерпывающий ответ. Спасибо большое. Мы приехали и обманули всю Рыбницу. Все, Рыбницу, до свидания. Вы обмануты, очередной обманутый город. Это ироничное признание Игоря Агафонова, руководителя гастролирующего ансамбля, казалось бы, исчерпывающий ответ. Но вот что нам удалось узнать из уст художественного руководителя московского вокально-инструментального ансамбля «Леся песня» Александра Филаткина. Мы связались с ним по скайпу. Все истории, если начать рассказывать про Агафонова, вся история его связи с «Леся песня» началась с того, что один из бывших солистов ансамбля, который был Володя Орлов, решил запеть песню «Леся песня». Называл с вами «Экс-экс-солист Леся песня». А Агафонов был принял директор. И был такой случай, когда Агафонов украл у него фонограмму и расстался с ним, а не поругались. Мне Володя Орлов с Болейбой говорит, «Саша, надо что-то делать». Агафонов поет подновить фонограмму. Используя фонограмму. Я говорю, Володь, я не знаю, надо как-то суть подать, и говорит, заснять его на камеру, там еще что-то. А Агафонов, я просто слышу, мы не присылали наши съемки, а потом до вас, я еще и в других видео. Может, он самый главный, может, кто-то. Я слышу, что голос на Агафонов, а сверху Агафонов надевает свое. Получается, конечно, кошмар, но не следующий зритель особо не разбирается, поэтому, кажется, что это на камеру. А на самом деле, фонограмма у него, мало того, как тоже голос на камеру. Ну, вот такие же, вот здесь и словить, я не знаю, вологии нет, поэтому, какие-то, парки нет. Это только кто помнит еще голоса. Есть такие люди, они и в России, есть они, и в старые пластинки, в складом Андреану, это один из первых самих. Вот он утверждает, что он являл, был в составе группы, вот легендарной группы «Леся Песня», еще тогда, когда она была при Кемеровской филармонии, да? Вот он опирается на это, и он говорит, что эксклюзивное право называться «Леся Песня» принадлежит ему. Ну, я вам, я не знаю, по-моему, я вам отцовываю. Да, да. Я же, не зря же, у нас были суды с ними, и из России мы, в общем-то, изгнали. А вот там, где наши права, юрисдикция, когда могли бы мы не повлиять, через суд, через там, МВТ, еще что-то, мы там не можем, допустим, у вас что-то сделать в таком плане. Он там этим пользуется, и совершенно спокойно. Ну, вы понимаете же, что, я думаю, что знаете, что коллектив родился в России, он родился в Кемеровской филармонии. Вот. Если человек там не чистился, не работал, я же не зря такие справки спрашивал, показывал там, чтобы там было отлично, что садоходом там не работал. Второе, что и филиалом, в Кемеровской филармонии, в Кольесе Песня, и не открывал. И третье, никаких договорных отношений с садоходом кемеровских филармоний не имел. Я думаю, что это достаточно для представления о том, что человек не имел никакого отношения к Песню. Александр говорит, а вы работали когда-то в составе той легендарной группы «Лейся Песня»? Я никогда не говорил, что я работал в Кемеровской филармонии, в отличие от него. Я пришел в клик, как молодой музыкант, был в 86-м году. И с тех пор, в общем-то, не имел никакого отношения. А когда мы все выводились из Сувармонии, решили сделать, зарегистрировать название за собой вставить. И мы в 99-м году подали заявку на регистрацию. С 99-го года знак у меня. И я сейчас работаю, с 97-го года я руковожу коллективом, а с 99-го у нас все это зафиксировано. У меня сейчас товарный знак, ну, немножко название, но у меня до сих пор коротко товарный. Но ничего с этим не поделать, другого нет, другого еще нет. Поэтому товарный знак по России, товарный знак по Белоруссии, товарный знак по Украине сейчас. Как вы видите разрешение этой ситуации? Вообще возможно ли как-то действовать на то, чтобы он все-таки не колесил по нашим городам и не обманывал нашего потребителя? Если сейчас у меня получится в Украине всплевать, чтобы его решили незаконно зарегистрированный знак, товарный знак украинский, то, в общем-то, его знак будет уже занять серьезно. Но у него еще куча названий. Он пользуется и названием, кстати, не менее старым. Это женсовет и поющие ребята. Женсовет, там, это где-то в начале 90-х годов, была такая дэнсовая, дэнсовый коллектив дискотичный. Там, кстати, была такая певица, вот, Глада Дэнс, она там начинала. Вот, агафонов, ни с какого отношения, как мы назвали, не имею, но так же не имею. Таком, поющие ребята, это, где-то, там, середина 60-х, начало 80-х годов был такой коллектив. В Москве известный, работаемый в конце, как назвали, мы тоже используем. Поэтому, я думаю, если мы как-то запретим, что-то кроем его лавочным, там, связь с песней, то, что мы все-таки не будем. Известные люди, бренды, всегда становятся объектами внимания мошенников. К примеру, самые знаменитые музыкальные аферы в советское время – это 12 составов группы «Ласковый май» и конвейер «Певиц миража». И пока артисты работают на площадках мегаполисов, аферисты и двойники выступают на периферии. А не избалованный концертами зритель просто наслаждается выступлением гастролирующих ансамблей. Нравится, потому что он, вот, самые песни такие старые, наши еще, вот, я с 19-го года, вот они такое, как будто душу, раскрывают душу нам. Скажите, пожалуйста, если бы вы вдруг узнали, что это двойники, а не настоящая группа «Ласковый май»? Пришли бы, пришли бы, все равно пришел бы. Пускай поет и вы будете петь, или другой будет петь, но все-таки душа, все-таки нравится мне. Очень приятно. Эта группа пела в нашем детстве. Вот мы и вспомнили наше детство, наша молодость. У меня даже на телефоне старые песни будем говорить. Если бы вы узнали, что это все-таки не настоящая «Ласковый май» песня, а двойники, как бы вы отреагировали? Мы бы все равно пришли на концерт. Потому что песни поют именно те, которые пели в нашей молодости. Когда мне сказали, что в город Рыбница приезжает «Ласковый май» песня, мы залезли в интернет, скажем так, и посмотрели, что в составе была женщина. Вот «Ласковый май» песня, но коллектив, в принципе, не изменился. Мы просто повзрослели, а так, репертуар, и все, ну, как бы, развивается, конечно. А скажите, если бы вы вдруг узнали, что это все-таки двойники, а не настоящая «Ласковый май» песня, вы бы пришли на концерт? Ой, даже я не знаю. Если бы я узнала до этого, может быть, однозначно, может быть, что. Может быть, пришла, может быть и нет, но все-таки на деле, ну, я даже не могу сказать, вопрос сложный. Замечательный коллектив к нам приехал в город, нечасто бывает, хотелось бы чаще. Вот. Ну, спасибо. Скажите, если бы вы узнали, что-то двойники пришли? Не знаю, сложный вопрос. Очень интересный концерт был. Я в первую была на таком концерте, было очень интересно посмотреть. Хотя я не очень отношусь к советскому времени, но все-таки мне было интересно поучаствовать в этом. Могу сказать, что мне очень сильно понравилось, несмотря на то, что эта песня уже давнего времени не моего. А зачем вы станете здесь? Получить автограф и спотографироваться. Скажите, если бы вы были двойники, они настоящие, если бы вы стояли, и вы бы пришли на концерт? Если бы это были двойники, я бы очень сильно расстроилась. Но я уверена, что это все-таки настоящие исполнители. Вы сегодня были на концерте? Да, мы уже второй раз. Как вам понравилось? Скажите, отпечатления? Очень хороший концерт, песни все знакомые подпевали. Не читать им песни, ну, как сегодняшний, тоже там поем, но эти прямо бальзам на носу. А вот такой вопрос. Если бы вы узнали, что это все-таки не настоящая группа, а двойники всего лишь группы «Лейся Песня», вы бы пришли на концерт? Все равно пошли. Может быть, даже эти двойники все равно бы пришли. Зритель скучает по песням, напоминающим их юность, молодость. И многим неважно, из чьих уст звучат легендарные песни. И именно этим пользуются аферисты. Возможно, придет такое время, когда артистам не нужно будет тратить время на судебное разбирательство за использование их товарного знака. Потому что зритель станет настолько избирательным, что аферистам просто не будет смысла выходить на сцену.